В продолжении дорожной темы, за минувшие сутки на дорогах столицы произошло 149 дорожно-транспортных происшествий. В пяти автоавариях пострадали 15 человек, есть один погибший. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Дорожные новости». Утром 24 января в Калининском районе Уфы произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Renault Fluence не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным автобусом Peugeot. В результате пассажирка Renault от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, а водитель с тяжелыми травмами госпитализирован. Также пострадали водитель автобуса и 9 пассажиров. На автодороге Уфа-Белорецк водитель ВАЗ-2107 также выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован. А два его пассажира от полученных травм скончались на месте. Если уфимцы страдают от пробок дважды в сутки, утром и вечером, то водители фур пребывают в них на протяжении всей зимы. Все также парализовано движение на некоторых участках трасс Уфа-Белорецк и Уфа-Челябинск. Причины, как правило, гололедица, которая не позволяет грузовикам подняться в гору и, конечно же, ДТП. На трассе Уфа-Оренбург произошла авария с участием двух легковых автомобилей. По словам очевидцев, погибших нет, двое пострадали. Колейность, бич уфимских дорог. Ежедневно происходят аварии на проспекте Октября в районе остановки ЖД больница. На улице Сельской Богородской и на трассе Уфа-Шакша. На проспекте Октября владелец видеорегистратора теряет управление, но у него получается вырулить. Еще немного, и он бы присоединился к участникам уже случившегося ДТП. На трассе Уфа-Шакша ВАЗ-15 модели выкинуло на встречную полосу. И чтобы уйти от столкновения, водитель вывернул на свою полосу и ушел в снег. Красный автомобиль вовремя среагировал и тоже ушел в снег. А вот третья машина уже не успела притормозить. По словам очевидцев, водителей спасла низкая скорость – 40 км в час. Но не все так предусмотрительны. На кадрах камеры Уфанет видно, как на пересечении улиц Цурюпы и Кирова два автомобиля поворачивают налево. Один из них останавливается, второй же, видимо, сильно торопится, потому что начинает движение, даже не убедившись в отсутствии препятствия. Как итог – авария. За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено порядка 3,5 тысяч нарушений правил дорожного движения. 59 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Напоминаем, что оценить ситуацию на дорогах в режиме онлайн и продумать свой маршрут заранее вы всегда можете на сайте maps.ufanet.ru. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok